С виду Леночка-бичик из Златоуста – обычный ребенок, милый и спокойный. Возможно, немного маленькая для своих двух и семи. Просто для того, чтобы Лена развивалась, научилась стоять, не падая, ходить. Ей нужно гораздо больше, чем обычным детям. Больше внимания, заботы и помощи. Леночка, елка, риск, и ворога, очень ей нужен кратчиный заряд. Научиться разговаривать и уверенно ходить по лестнице – следующие задачи, которые стоят перед Леной. Девочка родилась весом 1,2 кг. У нее поражение центральной нервной системы – как раз того участка, который отвечает за речь. Но Леночка – настоящий боец. Она справляется с непослушными пальчиками, учит ножки правильно двигаться в специальной обуви, а язычок – правильно произносить звуки. А еще бойцы – ее родители. Папа взял уже несколько кредитов для оплаты курсов реабилитации, которые требуются проходить регулярно. На их оплату уходит большая часть единственной зарплаты в семье. Ведь мама Леночки полностью занимается младшей дочкой. Врачи обнадеживают. Они говорят, что до трех лет можно максимально компенсировать особенности ребенка. У нее идет постепенно развитие, но оно не может дальше идти, это развитие. Потому что парализация мозга, она и есть небольшая. И врачи рекомендуют нам еще четвертый курс все-таки сделать микротоковой рефлексотерапией, чтобы помочь ей дальше развиваться. Поддержать акцию «Добрые среды» очень просто. Для этого нужно всего лишь отослать смс на короткий номер 7522 со словом «Родная» и цифрой, суммой пожертвования. И главное, не забудьте подтвердить платеж. Это очень важно. Вам придет смс с другого номера – это нормально. Иначе семьи, которые так ждут, могут не дождаться помощи. В прошлом году «Добрые среды» уже помогли оплатить курс лечения для Лены Бичек в Челябинске. И он дал очень хорошие результаты. Семья из Латауста очень надеется, что добрые люди помогут и в этот раз. Для лечения необходимо собрать 45 тысяч рублей. Я как попечитель знаю, что каждая ситуация с детьми, которым нужна помощь, она очень тщательно, индивидуально рассматривается всеми сотрудниками фонда, также медиками. И могу с точной уверенностью сказать, что каждый собранный рубль, копейка нашими жителями, гражданами на лечение, они обязательно дойдут именно до девочки, до Лены, именно на лечение, то, что требуется ей на сегодняшний момент. Юлия Рязанская, Николай Черданцев, ОТВ.